Добрый день! Домашнее варенье или баночка, открытого на прошлой неделе йогурта, а также забытый в пакете кусочек хлеба и залежавшийся мандарин, могут оказаться испорченными, заплесневевшими, и эти продукты могут стать местом обитания колонии плесени. Можно ли есть такие продукты? И почему продукты с плесенью и заплесневелые продукты – это не одно и то же? Согласно исследованиям, на данный момент в мире существует порядка 300 тысяч видов плесени. Правда, в повседневной жизни мы встречаем лишь малую их часть. Откуда же на продуктах берется плесень? Ответить можно, что отовсюду. К сожалению, споры плесени есть в воздухе, на растениях, мебели, практически везде. И как только споры попадают в питательную влажную среду, они начинают активно расти и размножаться, и через некоторое время образуется знакомый пушистый налет, самых разных оттенков. Не стоит думать, что плесень появляется лишь в теплых помещениях. Прохладные места, такие как погреб и даже холодильник, они тоже вполне пригодны для существования плесени, ведь главным критерием является уровень влажности. Если плесень стала постоянным гостем в холодильнике, хлебнице, на полках с продуктами, то следует тщательно обработать их специальными моющими средствами, ну или хотя бы раствором соды, и проветривать квартиру во избежание плесени, лучше, конечно, в сухую погоду. Сыры с плесенью съедобной появились на российском рынке относительно недавно, но их число поклонников растет с каждым годом. Выбирая подобный сыр, нужно понимать не только, с чем его есть, но и как он произведен и в каких количествах полезен. Искусственно выведенная плесень, дающая белый пушок, камамбера и сыра бри, хоть и мелановит, но в больших дозах довольно опасна. Если говорить о пользе этих сыров, то нужно отметить их помощь в усвоении кальция. Также эти сыры ускоряют выработку меланина, дают высокий уровень протеина и улучшают гормональный фон. Сыры с плесенью способствуют разжижению крови, и предотвращают дисбактериоз. Все эти плюсы возможны лишь при употреблении дневной нормы, но если ее превысить, то можно столкнуться с аллергией или нарушениями работы кишечника. При беременности же или кормлении все сыры с плесенью из рациона нужно исключить. Если у сыров с плесенью есть свои плюсы, то продукты, на которых поселилась обычная плесень, нужно без сожаления выбрасывать в мусорное ведро. И ни в коем случае не следует обрезать край испорченного продукта и съедать его, потому что споры грибка уже проникли в весь продукт, и даже визуально безопасная его часть стала рассадником плесени. Плесень, поселившаяся на еде, опасна для организма. Во-первых, любая плесень – это сильный аллерген. Во-вторых, плесень часто содержит микотоксины, и они имеют свойство накапливаться в организме и разрушать в дальнейшем клетки печени, почек, нарушать работу нервной системы и вызывать рвоту и понос. Есть заплесневелый продукт крайне нежелательно, потому что можно банально отравиться. Продолжение следует...